Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека. Он живет у нас в крови, Вечный зов, добра и света, Вечный зов, родной земли. В те годы наша страна называлась Союз Советских Социалистических Республик и на нас напали фашисты, Которые собрали деньги. Любовушка, вороти, пожалуйста. Сядь туда. Сядь. И 8 сентября 1941 года, в частности, они на нас наступали, был блокирован город Ленинград. Ныне он называется, знаете, как Санкт-Петербург. Все правильно, молодцы. И вот эта блокада Ленинграда длилась 872 дня. Что такое блокада? Знаете, это что такое? Это когда еды нет, и все люди сражаются. Голодают, но сражаются за победу, да? Отлично. Вот так и было. То есть, блокировали город, они хотели окружить, чтобы все сдались. И потом всех уничтожили. Но наши русские люди не сдались. Что они сделали? Они, несмотря на окружение, на блокаду, то есть, они в конце находились, все равно сражались с фашистами, понимаете? Эта блокада длилась 872. В году сколько дней? 336, да? Вот, почти 3 года, да? Представляете? Почти 3 года люди жили в окружении, еды не хватало, патронов не хватало, оружия не хватало, но они бились, сражались и победили в итоге. Вот, мы видим фотографию, свой долг перед Родиной выполним, защитим родной город, на защиту родного города, врат, у ворот Ленинграда. Это такие были в то время плакаты. Вы видите, вот, люди гражданские идут, они с одной стороны как бы гражданские, а с другой стороны защитники города были. Более 1 миллиона жителей и защитников города погибло в ту блокаду. 1 миллион, можете представить. Если в Москве около 10 миллионов, официально, вот, десятая часть города Москвы, это очень огромная цифра, так? Но, при этом, только 3% из всех это приходится на военные действия. И 97, то есть большая часть погибли люди от голода, от того, что еды не было. Ну что, блокировано было, понимаете? Еды не было, ничего не было. Все, что было там, все съели. При этом, очень много людей погибло именно от голода. Вот мы здесь видим, вот люди, видите, они в бомбежки шли. Вот дети, мы видим, голодают в то время. То есть, страдание было неимоверно для народа. И ослабевшие от голода, замерзавшие в лютые морозы, люди были обречены на существование в этом огромном городе, где не было электричества, где не было водопровода, где из реки ходили, ведрами черпали воду, чтобы хоть как-то приготовить себе пищу, помыться и так далее. Но был мороз, а в мороз, это прорубь надо рубить. И вот из проруби доставали вот эту воду, несли, вода тоже могла замерзнуть. Поэтому было очень тяжело. Но приходилось делить как-то ту еду, которая оставалась. Вот вы видите детей, которые от голода стали, ну, очень больными, недомогали, очень худыми, да? И самый паек хлеба, это 125 граммов хлеба. 125 граммов хлеба в день полагалось одному человеку. Сколько булка хлеба весит в магазине, знаете? Где-то 800-900 граммов хлеба. Вот поделите ее, 125 плюс 125, 250. Это раз, два, три, одну булку хлеба делят. И вот такая маленькая получается, вот такой кусочек небольшой. На день еды, представляете, да? Но те, кто сражался, где-то работал, вернее, полагалось, чуть-чуть побольше хлеба. Это двойная пайка. Это где-то вот столько. То было столько, а это чуть больше. Ненамного больше. В день, представляете? Больше еды не было никакой. А те, кто сражались с пожарами, там что-то ремонтировали, у них было 300 граммов. Это на 50 граммов. То есть на граммы считались прям кусочки хлеба. Вы можете взять домой, прийти к кусочке хлеба, и взвесить ее на весах, и посмотреть, сколько в день мог есть человек во время блокады Ленинграда. 125 граммов. При этом город постоянно находился под бомбежкой. Вы видите, что на город было сброшено 107 тысяч бомб из почти 150 тысяч снарядов. То есть постоянно город бомбили, стреляли под обстрелом, разрушали, разрушали фашисты наш родной город. Вот видите, какие дома были все разрушены, дети погибшие. Видите, рельсы искореженные от взрывов. Вот такая тяжелая обстановка была в этом городе. Но что сделали? Когда войска наши стали под Москвой контрнаступлением, мы с вами недавно празднули контрнаступление под Москвой, да, 75 лет, то чуть-чуть приблизился фронт к линии блокады. И можно было там озеро есть рядом с Ленинградом, Ладожское озеро, правильно? И поэтому Ладожскому озеру, когда в зимний период, можно было проезжать машинам, автомобилям, грузовикам. И они по этой дороге везли патроны, боеприпасы, питание, ну что могли привезти, понимаете? И эту дорогу назвали Дорога Жизни, потому что люди могли благодаря этой дороге выжить, понимаете? Это очень важно было. Ну, в то время очень много людей было эвакуировано. Что это значит эвакуация? Вывезено на те территории, где не было войны, понимаете? Эвакуация, эвакуирование. Так? Почти половина всего населения, это полтора миллиона человек. Представьте, вывезти на машинах, на железнодорожном транспорте, на самолетах, полтора миллиона, это очень большая цифра, очень много. Это большой титанический труд. И в первую волну вывозили в основном детей, стариков, ну, те, кто слабые люди. Было вывезено 400 тысяч детей. Вы дети, сколько у вас сейчас здесь сидит? А это 400 тысяч было вывезено. Представляете, какая гигантская работа была проделана. Вот. И все это потом начали делать, это по дороге жизни. В 40 раз больше. Да. Вот. Перед тем, как начинался обстрел, как начинался обстрел, начинали подавать, вот через... Видите, вот такие громкоговорители везде стояли на улице, да? Поставали сигнал, да? Что скоро будет атака. Бомбовая или артиллериста. И люди прятались в подвал или еще куда-нибудь. Понимаете? Вот. Это было таком... Как бы сердцем Ленинграда называли. Потому что звук включали. Тын, 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 тын. Это как пульсирующий такой. Все сразу знали, что скоро будет бомбеж. Надо быстрее куда-то опрямиться. Были холода. Видите, вот я вам говорю, что воду брали из каких-то доступных водоемов. Температура, вот у нас недавно была температура 32 градуса. Помните, какая морозина была? Просто страшная, да? А там у них, это была... Очень часто повторялась такая температура. При этом еды не было, обогрева нет было, света не было, питания не было. Плюс еще бомбили постоянно. Понимаете? То есть вот такая тяжелая обстановка была. Но при этом и дети, и женщины, и взрослые работали на оборону, на защиту родного города. Здесь вы видите, как дети собирают автоматы. Видите? Дети собирают автоматы. Женщины и девушки служили медицинскими сестрами. Помогали на разболок, как развалов, завалов. Рыли окопы. Подносили, подвозили там боеприпасы по возможности, где это можно было на погрузочных, разгрузочных работах. Лесные завалы делали. Копали блиндажи. То есть штуку блиндаж. Это в земле, типа, землянка такая, но большая, да? Для солдат, для офицеров, чтобы они могли сражаться с врагами. И при этом работали заводы. Заводы. Вы видите, вот дети сооружают пулеметы для фронта. Видите? Пулемет делают, да? Отправили танки, орудия, минометы, пулеметы, автоматы, снаряды, мины. Все это производилось на заводах. Во все это время работали и дети, такие как вы, чуть постарше, и мамы, и женщины, и бабушки, и дедушки. Все, кто мог двигаться, все работали на защиту родного города. Но когда такая антисанитарная обстановка, то в городе развелось очень много крыс. Крысы, мышка маленькая, крысы большие. И вот они съедали все запасы. При этом начали плодиться, потому что война, очень такая страшная обстановка была. Как с ними бороться с крысами? Никаких сложно было придумать, какие-то вообще средства борьбы. И для борьбы с крысами на территории большой России начали отлавливать кошек, грузить вагонами и отправлять в Ленинград кошек. Чтобы кошки начали охотиться на этих крыс. Представляете? О, какая война была серьезная. Даже кошки сражались против фашистов. Для этого было отправлено 4 вагона кошек. 4 вагона кошек. Представляете? И кошкам в городе Ленинграде, в Санкт-Петербурге поставили память. Поэтому мы предлагаем вам помнить победы наших дедов, прадедов, ваших дедов, ваших прадедов. Вы сегодня живы, потому что они тогда победили, они выжили, дали жизнь вашим родителям, вашим дедушкам, родителям и вы появились. Сегодня вы живете, потому что они тогда победили. Понятно? Мы просим вас это помнить, уважать и приумножать наши великие боевые традиции. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День Победы, День Победы, День Победы нашей День Победы. День Победы, День Победы, День Победы нашей, не забыть нам никогда. День Победы, День Победы, День Победы нашей, не забыть нам никогда. День Победы, День Победы, День Победы, славный день после войны. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы нашей, не забыть нам никогда. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы нашей, не забыть нам никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова